А вот это мое Екатеринбуржеское пристанище. И хотел сразу поделиться не этим прекрасным завтраком с хреном и колбаской, а вот этим, посмотрите-ка, хоба. И тут разделочная доска. Она у тебя прямо вот встроенная. И, конечно же, вот этим я хотел поделиться. Вот что здесь есть. Такой красивый, такой хороший. И сразу позирует. Чем пахнет эта прекрасная камера, скажи, пожалуйста. Как я себя хорошо сейчас чувствую, знаете. Немного окосево я себя чувствую, потому что, ну, спал я примерно, если по местному времени, с часу до трех. А в четыре я сошел с поезда, и до шести я не спал. Тут кто-то мне постучался в эту стену, и я решил, что... Я решил, что мне кто-то стучится, надо идти открывать. Я не знаю. Ну, короче, я проснулся в шесть. И, в общем, какой-то весь, знаете, в Питере постоянно хотелось спать. Это вот напоминает мне, как я увольнялся с армии. Мне там все время хотелось под конец моего пребывания, там хотелось спать. Я ничего не делал, мы приходили на рабочку в этот гараж, и я просто ложился, садился там на сиденье в какой-нибудь автозак и спал там. Ну, в какой-нибудь, короче, КАМАЗ. Вот. И потом, когда я пришел с армии, у меня было так много энергии, что я почти практически не спал. У меня тут, блин, зима происходит. Ну, то есть очень холодно. Этот парень не съест что-нибудь со стола случайно? Ты не любитель сливочного масла, вот кусками ездить. Фух. Вот этот злосчастный совершенно чемодан. Сейчас вроде все в порядке, все закрывается, но все было гораздо сложнее в Питере. Ну, и вот. Ой, как холодно. Конечно, да, не очень хочется куда-либо двигать. У меня летние ботиночки. Погулял бы, конечно. Время уже полчетвертого. Понимаете, я вот до 12 спал, потом я что-то валялся, перебирал эту сумку, и день проходит. Посмотрите, сколько бычков. Здесь так неприятно пахнет. Я вот не люблю, когда бычки находятся в квартире, ну, или в помещении. Сразу такой запах неприятный. Какой-то притонный запах. Вот. Короче, я тут вкусю зиму, потому что в Питере-то почти не было снега, но вроде как тоже. Вот как раз сейчас, когда я уезжал, там все это нападало. Уезжаю я, как никогда, вовремя. Сегодня приняли новый закон о пропаганде. Понимаете, о чем? О том, что ребята вообще не отличают педофилию от ЛГБТ. Для них это одно и то же. Ну, я уже давно заметил, что вот один казак, короче, он прям так, у них слово педераст означает гомосексуал. Они вот не чувствуют разницы никакой. Хотя, ну... Хотя им-то как раз, людям, которые настолько погружены в эту тему, стоило бы узнать, чем отличаются вещи. Ну, в общем, вот. Я вот так вот буду по пять минут записывать каждый день. Рассказывать про свою повестку дня. Сегодня, в общем, был план сходить в Ельцин-центр. Ну, такой пес хороший. Тут так тепло. А-а-а, такой хороший пес. Ну, там за окном просто сибирский город холодный. Я не очень понимаю, Зачем люди живут в Сибири? Ну, может быть, я имею в виду именно в сибирских городах русских. По-моему, это такой холодный мрак. Какой хороший пес. Пес.